История Иосифа Иосиф, он является прообразом Ишуа, нашего Спасителя. Очень много аналогий, очень много произошло событий, которые были очень-очень похожи. И я так немножко контекст расскажу, чтобы было удобнее воспринимать, что было до этого. До этого происходили очень драматические события. Это рассказывается о двенадцати сыновьях. И у Иакова, Израиля, было два особенных сына. Он их особенно выделял. И он даже говорил, у меня два сына. А остальные что? Вот как они реагировали на это? А мы что? Мы тогда кто? И это вызвало зависть. Это была одна из самых больших ошибок Израиля и Иакова. Так сильно выделять Иосифа, Бениамина. И, конечно же, братья сильно завидовали. Братья злились. Ну вот папа так их особенно выделял. И папа и одевал по-особенному своего любимого сына. И это вызвало зависть, это вызвало озлобление. И дошло до того, что братья хотели убить Иосифа. Хотели убить, но первенец Ревуэн, он сказал, не будем, не будем его убивать, не надо. Позже Иуда продал, Иуда продал, предложил продать Иосифа арабам. И здесь есть аналогия, когда был предан Иешуа. Тот, кто предал, его также продал. Ну тогда за 30 серебрикам. Его тоже звали Иуда. И Иуда это очень хорошее имя. Еще был один, из апостолов был еще один Иуда. Это брат Иешуа. И традиционно в христианстве вообще Иуда это стало как символом предательства. Но Иуда, Иуда это хорошее имя. И вот они уже, начался голод, как мы помним. Братья приехали в Египет для того, чтобы купить себе хлеба, чтобы не погибнуть. И тогда Иосиф, он уже поднялся, он уже стал очень влиятельной личностью в Египте. Иосиф, он проявлял верность Богу, верность своим принципам. Это был единственный человек, который в Египте верил в единого Бога. И все искушения он преодолевал, даже тогда, когда ему это стоило свободы. Мы помним ситуацию с женой Патифара. Иосиф, он уже достиг, он поднялся, он уже достиг такого уровня, что он стал правителем. И он управлял всем Египтом. Бог очень сильно благословил Иосифа. Бог дал ему богатство за верность. Он был очень сильно вознагражден. Бог дал ему богатство. Бог дал ему влиятельное положение в обществе. Бог дал ему замечательную жену. Бог дал ему двух сыновей. Это были очень хорошие сыновья. О них немного говорится в Таре, но по традиции именно именами этих сыновей благословляют мальчиков на шаббат. Да уподобишься ты, Эфраему и Менаш. Это были сыновья Иосифа. И вот во второй раз приходят братья. Голод продолжается. И Иосиф решил испытать братьев. И тогда Иосиф положил кубок, серебряный свой кубок. И когда братья уже возвращались обратно на полпути, их догоняют и говорят, слуги Иосифа, догоняют и говорят, вы воры, вы украли кубок. И тогда братья говорят, нет, этого не может быть, проверьте нас. Кто украл кубок, да будет предан смерти. И находят этот кубок у Иосифа, и тогда они, очень расстроившись, они возвращаются обратно. И приходят, приходят к правителю, к Иосифу. Он их встречает, они его не узнают. Он был загримирован. Опять же, можно сделать такое освящение, что не очень-то будет понятно, кто перед тобой стоит. Но они знали, что это правитель Египта. И начинается глава с того, что... И подошел Иуда к нему и сказал, господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего. И не прогневайся на раба, ибо ты тоже, что фараон. И здесь Иуда начинает умолять, умолять Иосифа о том, чтобы он отпустил Бениамина. И он говорит, ну, мы рассказывали тебе свою историю, и наш папа, он душой своей очень связан с этим сыном. И если этот сын не вернется, то наш папа от горя просто погибнет. Он говорит, слушай, возьми меня в рабы вместо него. И он выступает, Иуда выступает как адвокат в данном случае. И интересно, что в еврейской традиции вообще покаяние, оно связано с возмещением ущерба. Да, не просто покаялся, I'm sorry, извините, но нужно возместить этот ущерб. Если этот ущерб нет возможности возместить, то дают деньги на благотворительность. То есть что-то делают, какие-то, в Евангелии это говорится, совершить достойный плод покаяния. И Иосиф, он видит, что Иуда и его братья, они уже изменились, они уже не такие, как были раньше, не такие злобные, совсем по-другому. То есть они могли поступить с этим вторым любимчиком папы, они бы могли поступить так же, как с ним. И он сказал, вы свободны, а вот этот будет рабом. Нет. Они начали предлагать себя в рабы, только не забирая этого Бениамина, потому что просто папа погибнет. И тут Иосиф, он не выдерживает, он отправляет всю охрану от себя, приказывает уйти. Охрана покидает это место, и Иосиф открывается своим братьям, говорит, я Иосиф. И братья сначала не поверили, но потом они поняли, что это Иосиф. И, конечно же, они были в страхе и трепете, они поняли, ну, сейчас все, конец нам. Сейчас вот он в таком положении, он сейчас нам отомстит вообще, серьезно. Но Иуда, он начинает им помогать, он говорит, это не вы, это Бог послал меня сюда, чтобы спасти от голода. То есть он им помогает, вот помогает покаяться, помогает, облегчает им их страдания, их замешательства. И Иосиф произносит такие слова на иврите, это звучит как «Од, Авин, Ухай, жив ли еще отец мой?» Есть такая песня известная на иврите. И тогда братья, они примирились, они плакали, очень много чувств было. И тогда после этих событий отправляются все братья домой, дали им еды, столько, сколько могут унести, дали много серебра. И поехали они на колесницах фараона, то есть это был лучший транспорт на то время. И приехал отец, и они плакали, плакали после такой долгой разлуки. И встретились Иосиф, встретились с фараоном, Иосиф и Иаков встретились с фараоном, они с ним общались. И Иаков, он благословил фараона. Благословил, и этот, вообще этот правитель, он был благословенным, то есть благодаря этому благословению он получил благословение, милость от Бога. И тогда, после этого, после этого, когда все приехали, это 70 человек, они приехали, и Иосиф им дает лучшие земли, самые лучшие земли, они остаются в Египте. И Иосиф, он забывает, забывает, ну, как он помнит, но он уже не вспоминает братьям те страдания, которые он перенес. Иосиф, он, ну, в Писании не сказано, что он рассказывает, что сделали братья с ним. И вся семья остается жить в Египте, в самых комфортных условиях. И есть интересное мнение, традиционное в иудаизме, что нужно было, чтобы Иосиф, он помогал своей семье там, в Ханаане. Ну, я не согласен с этим мнением. Почему? Вот, вот, мое понимание. Так много, так столько лет Иосиф не видел своего папу. Да, вот, если ты любишь человека, то ты что, ты же хочешь быть рядом с ним. Да, особенно после долгой разлуки. Ну, что, помогать им там, вы там подальше, где-то там живите, а я буду здесь. Ну, что-то не так, что-то неправильное. Я все-таки, вот, я понимаю так, что правильнее, правильнее то, что сделал Иосиф. И когда Яков направлялся уже, вот он уехал в Египет, то когда проезжали через Бейт-Эль, это очень знаковое место для Израиля, и тогда Бог снова явился во сне Якову и сказал Бог Израилю в видении ночном, Яков, Яков, он сказал, вот я. Бог сказал, я Бог, Бог Отца Твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий, и пойду с тобою в Египет, я выведу тебя обратно, Иосиф своей рукою закроет глаза твои, Яков отправился из Бершевы, и повезли сыны Израилева Якова, отца своего и детей своих и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его. И вся эта семья, они жили без проблем, то есть до конца жизни они провели всю свою жизнь без проблем. И тут мы видим, что сам Бог, Он благоволит к тому, что они приехали в Египет. И Ешуа прошел через те же страдания, через те же испытания, очень похожие, через те, что прошел Иосиф. И Бог нас так же испытывает. Разве не испытывает нас Господь? Да? И в Писании говорится, огненного искушения не чуждайтесь. Хотя нам этого, ну, очень не хочется. И, ну, мне очень нравится такая, есть молитва еврейская, Господи, исправляй меня, но прошу тебя только немуками и болезнями. И я, когда делюсь этим словом, людям это очень нравится. Ну, Бог может и так делать, и так исправлять. И я желаю вот в этом новом наступающем году, желаю вам, чтобы мы были милосердны к ближним своим, чтобы мы прощали, прощали ближних своих, чтобы мы оставляли свои обиды, и Бог нас благословит, благословит, дай Бог так, чтобы он, Бог, благословил Иосифа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok